Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами я, Сергей Жардецкий. И сегодня мы поговорим о том, как использовать метаризиум осенью и зимой. Казалось бы, осень, низкие холода, однако у себя на участке рано отдыхать. Скоро деревья сбросят листву, нам нужно убрать все растительные остатки и поместить их, конечно же, в компостную яму. И лучший помощник для подготовки компоста к следующему сезону и следующим после него будет, конечно же, гриб метаризиум. Кто-то предпочитает вспахивать свой огород на зиму. При этом, конечно же, холодами уничтожаются сорняки, их корни, их семена, вымораживаются различные патогены, патогенная флора в виде грибов, насекомых. Но при этом к весне земля становится, по сути дела, мертвой. Некоторые предпочитают укрывать землю соломой, скошенной травой, сеном. При этом вспахивать ее даже не обязательно. По весне она будет такая же мягкая, как пух, и в ней сохранятся все полезности. Это и грибы, и бактерии, которые помогут нам в следующем сезоне. При этом, конечно же, там сохранятся грибы. Одним из таких грибов является метаризиум. Он может обогатить почву минеральными веществами, защитить от патогенной флоры и насекомых. И в целом наличие метаризиума в большом количестве на участке в почве гарантирует получение высокого урожая. И даже сейчас, прохладной осенью, и даже зимой, при минусовых температурах, этому грибу найдется работа. Мы все знаем, что почвенные грибы, в принципе, развиваются при температурах выше 10 градусов. А где же зимой можно найти эту температуру? И, конечно же, в компостной яме. Температура внутри правильно сложенной компостной кучи или ямы поднимается иногда до 70 градусов Цельсия. При таких температурах происходит погибание всей живности. Это и сорняки, и их семена, это гибели различной патогенной флоры и даже насекомых, которые собираются вывести там потомство. Конечно же, вы скажете, что может погибнуть и гриб метаризиум. Однако он всегда будет развиваться на поверхности в тех температурах, которые будут для него комфортные. И именно там он будет поджидать насекомых, поджидать их личинок, а также яйца, которые они откладывают для выведения потомства. Кроме того, очень сильно разросшийся гриб метаризиум в компосте станет отличнейшей биологической добавкой, которая обогатит затем почву, на которой мы будем использовать этот компост. Эффект, который оказывает гриб метаризиум на насекомые, очень сходен с эффектом баверии. Тут рассказывать много не нужно. Несколько стадий это прилипание спор к кутикуле насекомого, затем прорастание. При этом кутикула используется как прилипатель, хитиновый слой внешнего скелета используется в качестве субстрата. Гифы прорастают непосредственно внутрь тела насекомого. Там они начинают медленно отламываться, вымываясь, разносясь по телу насекомого с током гемолимфы. Гемолимфа, а я помню, что меня некоторые упрекают в излишней умности моих рассуждений, поэтому я на всякий случай расскажу, что гемолимфа это аналог нашей крови. Единственное, что течет она не по сосудам, как у нас с вами, а омывает все внутренние органы насекомого. Поэтому вот эти кусочки гиф, которые тоже имеют свое собственное название, разносятся по телу насекомого. Там они начинают прорастать, поражая самые важные органы насекомого. При этом насекомое пока еще живет, оно еще двигается, оно еще заражает всех вокруг своих сородичей, оставляет следы из мицелия в почве. Ну и приходит момент, когда поражаются самые важные органы и насекомое обездвиженно погибает. И тут мы уже можем наблюдать ту картинку, которой кишит интернет. Это мертвое насекомое, поросшее вот этой вот пышной, мягкой, белой, такой пушистой грибницей. И насекомое погибло. Наступает момент, когда начинается его минерализация и все полезные вещества, которые это насекомое взяло у нас на участке, возвращаются обратно в почву. Некоторые из садоводов используют для обеззараживания теплицы изнутри и парника бордоскую смесь. Но следует знать, что излишняя концентрация солей меди в почве вредна. Она подавляет рост и развитие растений, поэтому злоупотреблять бордоской смесью и различными солями меди и железа не рекомендуется. А вы же использовали ее уже в сезоне для предупреждения различных заболеваний. И скорее всего в этой же теплице и парнике планируете использовать бордоскую смесь и в следующем сезоне. И будете, вернее планируете использовать ее в следующем. А зачем вам столько солей меди в грунте, на котором вы будете растить полезнейшие, как вы считаете, домашние овощи. И заменой для бордоской смеси непосредственно вот такой более-менее теплой осенью, в более-менее теплые деньки, станет как раз раствор фунгицида, который составляет метаризиум. Раствором метаризиума можно и нужно опрыскивать теплицы и парники изнутри. Метаризиум будет блокировать развитие патогенной микрофлоры, патогенных грибов особенно. И споры сохранятся, если не будет, конечно же, излишне холодной зимы, как в континентальной России. Споры сохранятся и затем они же будут способствовать росту и защите растений на следующий сезон в этом же парнике или теплице. В целом, не нужно забывать о помощниках, которых дает нам сама природа. Ведь метаризиум – это не просто безопасный гриб для нас с вами, он для нас абсолютно безопасен. Он очень полезен для растений и, конечно же, гроза для насекомых и гроза для патогенных грибов. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы еще этого не сделали и развивайте себя. Субтитры создавал DimaTorzok